Почему младенец все время сжимает кулачки? Что за белый налет у него на коже? Сегодня разбираемся вместе. Первое, на что может обратить внимание мама, глядя на своего младенца, его необычная поза. Ручки и ножки согнуты в суставах, пальцы сжаты в кулачки. Именно в таком напряженном положении кроха пребывал все 9 месяцев. Иногда руки и ноги малыша подергиваются, это следствие перегрузки нервной системы во время родов, и за три дня эти явления должны пройти. Родителей, которые представляют своего первенца разовощеким красавцем, ждет удивление. У многих малышей кожа имеет красновато-синюшный оттенок, у недоношенных детей она почти красная, а у малышей, перенесших нехватку кислорода, синеватая. На третий-четвертый день жизни кроха может пожелтеть и оставаться таким до двух недель. Это явление называется физиологической желтухой, и это тоже нормально. Так же, как оттенок кожи, цвет глаз малыша тоже может насторожить маму. Порой он бывает красноватым, а причина – лопнувшие кровеносные сосуды, которые повреждаются, если ребенок задержался в родовых путях. А иногда в глазах младенцев стоят слезы из-за того, что слезный канал не успел развиться и закупорился. Роднички, то есть мягкие места на голове у новорожденного малыша, также могут вызвать беспокойство у неопытных мам. Не стоит переживать, если вы коснулись их, в этом случае вы не касаетесь мозга ребенка, как можно было бы подумать. Эти мембраны состоят из плотной соединительной ткани, а нужны они для того, чтобы ребенок мог беспрепятственно передвигаться по родовым путям. На переднем родничке малыша, когда он напрягается во время плача, можно увидеть пульсацию сосудов, вены и артерии. Не пугайтесь, это тоже нормально. Со временем роднички обязательно зарастут. В первые три дня после рождения у 60% девочек возникают беловатые выделения из половых органов, у 10% на 5-8 день кровенистые. Все это говорит о гормональном всплеске. У мальчиков он проявляется отеком мошонки или потемнением сосков. У малышей обоих полов могут припухнуть молочные железы, а иногда из них появляются выделения, которые проходят в течение двух недель. На коже новорожденного можно обнаружить самые разные украшения. В первые дни после родов на теле ребенка заметны остатки защитной творожистой смазки, покрывшей его в животе у мамы. А если кроха родился раньше срока, еще и пушковые волоски, которые вскоре выпадут. Из-за того, что потовые железы ребенка развиты слабо, они закупориваются и кожу на время украшают мелкие белые точки. Через 1-2 дня после рождения на коже ребенка могут возникнуть красноватые пузырьки. Это безобидная токсическая эритема, которая возникла из-за приспособления организма малыша к новым условиям. Иногда веки и затылок детей покрывают розовые пятнышки теле ангиоктазии, образованные кровеносными сосудами, расположенными близко к коже. Обычно они исчезают в течение года.